Ребята, всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Вы знаете, что мы занимаемся только строительством домов и отделкой в построенных нами домах. А здесь мы хотели бы показать квартиру, которую мы сдали под ключ. И эта квартира необычная, это моя квартира, она была куплена для дочки изначально, но потом мы решили все-таки ее сдать в аренду, дочка здесь не захотела жить. Почему я хотел бы вам ее показать? Дело в том, что здесь мы применили уникальные технические решения, которым не было аналогов в нашей деятельности. И эти технические решения мы будем использовать при строительстве наших домов. Мы с вами находимся в жилом комплексе бизнес-класса «Династия» на Хорошевском шоссе в городе Москве. Это жилой комплекс бизнес-класса со своей подземной парковкой. Состоит из нескольких корпусов, которые огорожены между собой, образуют закрытую территорию, в которой есть детская площадка, фонтаны, площадки для отдыха, скамеечки и так далее. Этот жилой комплекс построила компания «Цезарь Групп». Мне очень понравился подход этой компании к строительству. Здесь используются качественные материалы, качественные фасадные материалы, качественные инженерные решения. Вообще высокое качество и подход к строительству этой компании прослеживается во всем. И на самом деле это очень сильно подкупило. И мы при выборе квартиры остановились именно на этом жилом комплексе. Ребята, это не реклама. Комплекс действительно классный. Квартиры здесь уже, я так подозреваю, все проданы. И просто редко встречаешь такой качественный подход застройщиков к реализации своих проектов. Пойдемте! И так, мы находимся внутри квартиры. Это однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра. Классической планировки. Санузел, кухня, столовые, гостиные и спальня. Прихожая и гардероб из спальни. Также в квартире есть лоджия, на которой у нас смонтировано вентиляционное оборудование. Давайте просто коротко пробежимся по интерьерным решениям, по дизайнерским решениям. И дальше я уже расскажу по той начинке, которая, собственно, есть в этой квартире. И так, начинаем с санузла. И так, в санузле у нас раковина, ванна. Ванна оснащена термостатическим душем. Раковина автоматическим смесителем, который автоматически включается, как мы при себя привыкли в общественных пространствах. Здесь также у нас полочки с подсветкой, шкафчики различные и стиральная машина с сушильной машиной. Это очень важно для таких небольших квартир, где негде, собственно, сушить белье. Унитаз и гигиенический душ, также термостат. Ну и сейчас давайте пройдем на кухню. Итак, на кухне у нас здесь такое пространство, общая, небольшая кухня, обеденный стол, то есть образующая зону столовой и диван с телевизором, образующий зону гостиной. Помещение не очень большое, порядка 16 квадратных метров, но квартира также небольшая, предназначена для одного-двух максимум человек. Встроенный холодильник с морозилкой, здесь у нас смеситель со встроенным краном чистой воды из фильтра обратного осмоса. Варочная поверхность индукционного типа на две комфорки, вытяжка, о ней я чуть позже расскажу. Встроенная духовка с микроволновкой и там же есть и гриль. Диван, смарт-ТВ, 4К разрешением, контурная подсветка, скрытые плинтуса с подсветкой, образующие висящие парящие стены. Вот такие вот интересные светильнички, они регулируются по высоте и светильник на стене. Давайте выйдем на лоджию. Достаточно просторная лоджия, здесь можно в принципе поставить какой-то стульчик, можно будет читать летом, окна все открываются. И здесь у нас техническая зона, в которой расположена наша вентиляционная установка, о которой я чуть позже также поговорю. Теперь давайте пройдем в нашу спальню. В спальне у нас встроенный гардероб, достаточно просторный, опять же для двоих человек, вполне здесь достаточно разных отделений для того, чтобы хранить свои вещи. Двухспальная кровать, шириной метр восемьдесят, оптимальная, мне кажется, ширина для людей разного, скажем так, типа телосложения. И рабочее место для тех людей, которые привыкли работать дома или есть возможность работать дома. Столик для девушек, для того, чтобы привести себя в порядок с зеркалом, с подсветочкой. То есть, как вы видите, совершенно обычная с виду квартира, ничем не примечательная, кроме каких-то, может быть, дизайнерских изысков, которые, в принципе, я как инженер вижу. Я их понимаю, принимаю, но для меня, меня они, скажем так, не впечатляют, как, может быть, других людей, дизайнеров, художников и других людей творческих профессий. В этой квартире мне, прежде всего, нравится начинка, та инженерия, которую мы здесь реализовали для того, чтобы жить в этой квартире было комфортно. И сейчас я попрошу вас поставить просто видео на паузу и написать в комментариях, что вас в ваших квартирах раздражает. То есть, какие есть раздражающие моменты, которые вы бы хотели бы улучшить. Возможно, они покажутся неочевидными, но просто попробуйте их сформулировать и перечислить. А теперь я хотел бы сказать, что лично мне не нравится в квартирах. И первое, это, конечно же, отсутствие свежего воздуха. То есть, это необходимость постоянного проветривания, это необходимость открытия окон, это запахи от соседей через санузел. Это вот эти проблемы, которые постоянно преследуют тех людей, которые живут в своих квартирах. И вот здесь мы с этой проблемой успешно справились, установив приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла. Это достаточно сложная установка, установка System Air, Швеция, производство. И она выполняет здесь несколько функций. То есть, первое, это она подает свежий воздух, она его очищает от пыли и она его дополнительно нагревает. Причем нагрев осуществляется не каким-то электронагревателем, хотя там он тоже есть, а основной нагрев осуществляется тем воздухом, который выходит у нас в вытяжной канал, в стояк общей вентиляционной системы дома. Приток свежего воздуха осуществляется в двух точках. Первое, это, обратите внимание на вот эти вот щелевые диффузоры, щелевые решетки. Через них осуществляется приток свежего воздуха в спальне. И такие же щелевые решеточки есть на кухне. Через них также осуществляется приток свежего воздуха. Вытяжка осуществляется из нескольких точек. Первое, это вытяжной диффузор круглого типа в гардеробной. Второе, это вытяжной диффузор в коридоре. И третье, кто-то там закрылся. Вытяжной диффузор там есть в туалете. Ты там не застрял? Нет? Нормально все. Вот они, приточные решетки на кухне. Помимо всех функций, которые я уже перечислил, приточно-вытяжная установка также соединяется с кухонной вытяжкой и осуществляет дополнительную работу с ней. То есть, как вы знаете, что при работе кухонной вытяжки нужно открывать окна всегда, для того, чтобы воздух, который выходил, то есть, чтобы откуда-то воздух в квартиру входил. И, соответственно, здесь открывать окна не нужно. Здесь автоматически вентиляционная система переходит в режим работы кухонной вытяжки. И кухонная вытяжка начинает работать. Но здесь мы пошли дальше. И я тоже сейчас это вам продемонстрирую. Но для начала давайте посмотрим, как это все выглядит. Итак, обратите внимание, это у нас пульт для управления приточно-вытяжной установкой. Здесь мы можем настроить расход воздуха. Низкий, нормальный или высокий. Ну, низкий это, например, когда у нас один человек проживает в квартире. Средний, нормальный это, когда у нас два человека проживает в квартире. И высокий это, например, когда у нас гости. Также у нас есть несколько режимов, которые мы можем использовать. Это режим отпуск, режим камина, но здесь его нет. Ну и так далее, пользовательские режимы. И настроить температуру приточного воздуха. По умолчанию мы всегда устанавливаем 16 градусов. Это та температура, которая не очень холодная. Но в то же время эта температура поддерживается круглый год. И не требует использования встроенного нагревателя приточно-вытяжной установке. Что экономит нам электроэнергию. Здесь отображаются активные функции. Здесь блокировка пользователя сейчас. И чуть позже я покажу, какие дополнительные функции здесь есть. Здесь иногда зажигается возврат тепла. То есть там встроенный рекуператор, который у нас возвращает тепло приточного воздуха. Давайте теперь посмотрим, где находится приточно-вытяжная установка. Как она выглядит. Рассмотрим все поближе. Приточно-вытяжная установка находится у нас на лоджии. Мы сделали здесь специальный отсек. Это у нас композитные панели. Алюминиевые композитные панели. То есть мы сделали специальную нишу техническую на лоджии. Вот так вот у нас она открывается. И вот она у нас сама установка. Приток воздуха осуществляется через вот эту вот решетку. Стоит шумоглушитель, который у нас глушит шум, чтобы он не распространялся на улицу от приточной установки. Дальше проходит через приточно-вытяжную установку. Он нагревается, очищается и отправляется в помещение. Здесь стоят достаточно хорошие фильтры. Они очень хорошо чистят воздух. Таким образом, что не придется страдать от пыли, которая образуется у вас на подоконниках при проветривании и так далее. Фильтры необходимо менять один раз в два. Теперь я хотел бы вам продемонстрировать режим работы кухонной вытяжки и как он у нас реализован в данной квартире. Так, у нас варочная поверхность. Сковородка приготовлена для этого. Наполним сковородку водой. Итак, вот сейчас мы перешли к второму пункту, который раздражает в квартирах. Это кухонная вытяжка. Она очень шумно работает. И при ее работе нужно открывать окна, чтобы она что-то вытягивала. И этот вопрос мы тоже здесь решили. Хочу вам это продемонстрировать. Итак, мы включаем варочную поверхность. Обратите внимание, сразу зажигается у нас свет. А это происходит автоматически. От пользователя не нужно выполнять каких-то дополнительных действий для его включения. Сейчас пройдет какое-то время, буквально секунд 40, и у нас заработает кухонная вытяжка. Вот сейчас вы слышите шум. Это у нас от вентилятора в варочной поверхности. Саш, дай кусочек туалетной бумажки, пожалуйста. И в данный момент я уже слышу шум, который идет из кухонной вытяжки. То есть, у нас сейчас она заработала. Обратите внимание, насколько она тихо работает. Это максимальный режим. Вот смотрите, как она хорошо тянет. При этом ее практически не слышно. То есть, пользователь будет не замечать фактически ее работу. Не нужно вмешиваться, включать ее, выключать и так далее. Не нужно открывать окна. То есть, сейчас у нас кухонная вытяжка работает. Свет горит. И она будет работать до тех пор, пока мы пользуемся варочной поверхностью, либо духовкой. Пойдем, подойдем к пульту. Обратите внимание, появилась новая активная функция. Это режим работы кухонной вытяжки. То есть, здесь написано, кухонная вытяжка используется. Когда используется кухонная вытяжка, приточная установка включается в нужный режим работы. Приточный вентилятор начинает работать на максимум. Вытяжной также на максимум. И открывается клапан для работы кухонной вытяжки. Теперь мы выключим варочную поверхность. Мы закончили готовку. И буквально через 100 секунд, это время у нас запрограммировано, у нас кухонная вытяжка отключится. и свет погаснет. Вот, Саша, это работает кухонная вытяжка сейчас на максимум. Впечатляет, да? Чувствуешь, воздух дует здесь везде? То есть, это вот оттуда дует и там, ну, она перешла в режим. А то есть, сейчас криток уходит? Приток через этот, вытяжка через этот, да. То есть, все как бы. Сейчас, вот, причем она включается автоматически. А у нас кроме того, где криток? Все, вот криток, вот решетки. Ой, вытяжка не имеется? А, в санузле, в прихожей и в гардеробе, на потолке. Они не выключились, они чуть меньше работают. Все, свет выключился, вытяжка перестала работать, шум остался. А шум от чего? Отварочной поверхности. То есть, отварочная поверхность у нас шумит больше, чем кухонная вытяжка. То есть, вот это вот решение мы теперь будем использовать в наших домах. Решение, которое позволяет автоматически включать кухонную вытяжку при работе варочной поверхности или духовке. Единственное, что они должны быть электрического типа. С газовыми такой не пройдет, потому что газ, там нужно расходомер ставить специальный, в котором мы так и не нашли нормальный подходящий для этих целей. А здесь все осуществляется с помощью автоматики, которую мы здесь смонтировали. Еще один раздражающий фактор, который есть у нас в квартирах, это температура воздуха. То есть, нам либо всегда жарко, либо холодно, либо у нас кондиционер продувает, либо наоборот его не хватает. То есть, вот эти моменты, они постоянно напрягают многих людей. И с этим тоже мы успешно справились. Каким образом? Мы установили здесь комнатные термостаты и систему кондиционирования канального типа, по типу Chiller Fun Coil. Это уникальное решение для квартир, для небольших квартир. Я думаю, что мало кто вообще, в принципе, использовал такие решения. Но мы решили это опробовать. Давайте расскажу подробнее про то, как это все работает. Итак, на кухне и в спальне у нас есть наш любимый термостат от MicroArt, который управляет нас одновременно системой отопления и системой охлаждения. Что фактически он делает? Когда у нас отопительный сезон, он управляет радиаторами. То есть, он их выключает, либо включает. Таким образом, поддерживая точно установленную температуру воздуха. Сейчас вы видите, что у нас температура не сильно поддерживается, потому что у нас сейчас уже требуется охлаждение. А охлаждение пока еще не заработало, потому что на улице сейчас холодно, плюс 5. Итак, сейчас у нас радиатор закрыт. И фактически мы не используем систему отопления, которая у нас предусмотрена. Когда у нас температура воздуха на улице больше 10 градусов, то у нас начинает работать система охлаждения. То есть, включается у нас наружный блок кондиционирования и включаются при необходимости фан-койлы. Фан-койлы у нас канального типа. Обратите внимание, вот на эти две решеточки. Одна решеточка у нас засасывает воздух, вторая у нас выдает уже холодный воздух, охлажденный. Фан-койлы у нас здесь уникальные. Они с DC-двигателями. То есть, у них очень плавно регулируется скорость вращения вентиляторов. Она фактически там бесконечное количество скоростей. Не 3-4-5 скоростей, как у обычных кондиционеров, а бесконечное количество скоростей. И эта скорость зависит от разницы температуры установленного воздуха и текущего воздуха. То есть, чем больше эта разница, тем быстрее больше скорость потока этого воздуха. Таким образом, в данной квартире мы просто устанавливаем нужную нам температуру воздуха и больше ни о чем не думаем. Температура воздуха будет автоматически поддерживаться с точностью до 0,1 градуса. Это ночью имеется в виду. Днем может больше отличаться до 0,5 градуса за счет того, что здесь южная сторона и солнце может попадать в окна и нагревать достаточно сильно помещение. Такой же фан-койл у нас стоит и в спальне. Обратите внимание, в спальне решеточки одна у нас забирает воздух теплый из помещения, вторая выдает холодный воздух в помещение. Вот это выдает холодный воздух. То есть, он идет вот здесь по ногам, то есть, он не попадает в лицо людям и никогда не будет их продувать. Также вот у нас термостат установлен в спальне. Показывает температуру установленную, температуру текущую, влажность, подключение к Wi-Fi у него есть. И сейчас режим нагрева, сейчас радиатор включен. То есть, установив данную систему, мы фактически обеспечили круглогодичный комфорт для людей, которые будут проживать в этой квартире. У них будет стабильная температура, круглый год, вне зависимости от того, включено отопление, выключено отопление, жарко на улице, холодно на улице и так далее. Хотел добавить еще одну вещь важную. Все мы знаем, что у нас бывает в квартирах холодно, когда еще не включили отопление. Что мы делаем? Мы ставим какие-то обогреватели, ветерки, масляные радиаторы и так далее. Здесь мы реализовали систему таким образом, что у нас наружный блок кондиционирования начинает работать в режим отопления и фан-койлы, установленные в помещениях, начинают подавать не холодный, а теплый воздух, таким образом обогревая помещение. То есть, вне зависимости от того, включено отопление или выключено, у нас здесь всегда будет комфортная температура, без использования дополнительных нагревателей. Кроме того, этот нагрев будет осуществляться еще не прямым нагревом электричеством, а еще с коэффициентом преобразования порядка двух или трех. То есть, отдавая 500 Вт электроэнергии, мы будем получать 1,5 кВт мощности тепла за счет использования наружного блока, который будет работать в режиме теплового насоса. Помню еще один момент, который нас раздражает в наших квартирах. Все мы знаем, что у нас летом существует период, в зависимости от региона, от двух до трех недель, когда у нас отключают горячую воду. И мы должны пользоваться холодной водой, либо использовать бойлер для нагрева этой воды и так далее. То есть, что мы делаем? Мы очередной день приходим домой и понимаем, что горячую воду у нас отключили, помыться мы не можем. Мы начинаем крутить какие-то краны, включать там бойлер и так далее. Неудобно. Потом мы после включения горячей воды начинаем выключать этот бойлер, соответственно, переключаться обратно на горячую воду. В следующем году мы начинаем сливать этот бойлер, пытаемся слить, чтобы промыть его, потому что вода застоялась и протухла в нем. В общем-то, целый ряд неудобств. А если в квартире какой-то пожилой человек, то он, в принципе, часто не может это сам сделать, самостоятельно, чтобы разобраться в этом, какой кран открыть, какой закрыть и так далее. То есть, это неудобно. Что мы реализовали здесь? Мы реализовали здесь систему автоматики, которая автоматически переключает систему водоснабжения на систему водоснабжения из бойлера. Там работает целая программа. То есть, сначала у нас определяется, система определяет, что выключилось, остыл стояк горячего водоснабжения и запускает в этот момент программу. Программа включает слив полный бойлера, его наполнение, промывку, нагрев и включение, собственно, подачи горячей воды в систему. Когда же у нас горячая вода включается, центральная, то у нас клапаны все переключаются и происходит возврат на водоснабжение из центрального стояка. Реализовать это было достаточно сложно, но мы с этой задачей справились, несколько раз проверили и все удачно работает. Мало того, система также дополнительно делает эту процедуру каждый месяц для того, чтобы не застаивалась вода в бойлере, чтобы прочищать, промывать клапаны, которые задействованы в этой процедуре, и чтобы они не закисли. Еще один вспомнил фактор, который нас часто раздражает в наших квартирах. Даже два фактора. Это слабый напор воды, особенно на последних этажах дома, и то, когда мы открываем один кран, либо моемся, например, и кто-то нажимает унитаз, спускает, и у нас меняется температура воды. То есть, почему это происходит? Из-за неправильно спроектированной и собранной системы водоснабжения. То есть, напор у нас уменьшается в холодной или горячей воды, и, соответственно, меняется температура в кранах. Здесь мы все эти вопросы успешно решили, и давайте пойдем я покажу систему водоснабжения. Итак, что мы имеем? У нас 22 этаж, 24-этажного дома. Давление воды в стояках в 2,2 барра. Это мало и недостаточно для комфортного водоснабжения, особенно при повышенном расходе воды. Например, мы моемся в ванной, одновременно работает стиральная машинка, заливает воду, и одновременно, например, работает посудомоечная машинка, либо кто-то моет посуду в раковине. Недостаточно. Как мы решили эту проблему? Мы установили здесь повышающие насосы на горячую и на холодную воду от компании Грунтфос. Эти насосы увеличивают давление воды на 1 бар. То есть, как только мы открываем любой источник водоснабжения, они включаются, и за счет их работы повышают давление на выходе на 1 бар. То есть, на выходе у нас давление становится порядка 3,2 барра. Далее, у нас стоят регуляторы давления, которые стабилизируют наше давление и поддерживают его в районе 2,5 барра. То есть, вне зависимости от расхода воды, открыт у нас один кран, два или три, давление воды на выходе из регулятора давления будет в районе 2,5 барра. Таким образом, пользование холодной и горячей водой в этой квартире очень комфортное и не будет создавать проблем для ее жителей. Вы видите оборудование системы водоснабжения. Это у нас бойлер электрический, насосы, фильтры, водяные счетчики. Здесь у нас стоят клапаны, которые работают на как раз систему автоматизации переключения ГВС на режим работы с бойлером. Там гребенки, там далее. Ну и система защиты от протечек воды. Это стандартное решение, которое применяется сейчас практически во всех квартирах. Какие задачи и проблемы мы решили в данной квартире с помощью наших знаний и доступной инженерии? Первое. Мы обеспечили стабильную температуру воздуха в этой квартире в каждом помещении. Вне зависимости от того, включено отопление или выключено отопление, у нас будет здесь стабильная температура, которую установит пользователь, и при этом его не будет продувать от стандартных вот этих кондиционеров, которые стоят в обычных квартирах. Второе. Мы решили проблему со свежим воздухом. В квартире установлена система приточной вытяжной вентиляции с рекуператором тепла, которая позволяет нам обеспечить квартиру свежим чистым воздухом без необходимости открывания окон для проветривания. дополнительно мы подключили кухонную вытяжку, которая работает совместно с системой вентиляции и бесшумно автоматически включается и выключается при приготовлении пищи. Третье. Мы обеспечили автоматическое переключение воды при отключении горячего водоснабжения на режим бойлера. Это происходит абсолютно незаметно для пользователя. Как только отключают горячую воду, через час после отключения у пользователя уже будет автоматически подогретая горячая вода из бойлера. При этом ему не нужно ничего крутить, открывать, включать и так далее. И вообще как-то беспокоиться об этом вопросе. Четвертое. Мы обеспечили стабильное давление в системе водоснабжения вне зависимости от того, сколько кранов у нас открыты. Для этого мы использовали повышающие насосы и регуляторы давления. Здесь 22 этаж. Давление воды в стояках низкое. И данная схема позволила нам обеспечить стабильное давление 2,5 бара на выходе горячей воды и на выходе холодной воды. Я хотел бы вам продемонстрировать, что необходимо нам было собрать, какую автоматику для того, чтобы реализовать все системы, которые я перечислил. щитки наши основные находятся за вот этой картиной, которую мы специально здесь повесили. Сейчас я ее сниму и продемонстрирую. Всего здесь 5 различных щитов. Недавно я критиковал в одном из видео один дом, в котором тоже было много щитков. На мой взгляд излишне, потому что каждый автомат это потенциальный источник проблем. Но здесь при этом это был дом, а не однокомнатная квартира. Но там дом был без системы автоматики. И здесь один щит это по системе отопления. Итак, вот этот щит это у нас щит системы отопления. Я его сейчас не буду открывать. В принципе, там стандартный коллектор и на них термостатические головки, которые обеспечивают перекрывание воды в радиаторе на кухне и в спальне. Здесь у нас находится стандартный щит электроснабжения. Здесь трехфазное электроснабжение. Соответственно, стоят реле напряжения на разные фазы. Ну и стандартные модули. Здесь все делалось по проекту. Проект утверждался управляющей компанией этого жилого комплекса. И не только утверждался, но и проверялся после сборки имиджа. Да, все автоматы все подписаны. Это важно. Вот в этом щите у нас находится Wi-Fi роутер. В верхнем щите у нас находится трансформатор для светодиодных лент. Ну и самый главный щит, в котором собраны все мозги этого дома, это вот этот рот. Он достаточно небольшой, но в нем достаточно много функционала. Давайте пройдемся по каждому модулю, и я расскажу о том, что за что отвечает. Итак, вот этот термостат или терморегулятор, он на два канала, он отвечает за температуру теплого пола в санузле и температуру теплой стены в санузле. У нас в санузле есть теплая стена, которая обеспечивает нам сушку полотенец на вешалке. То есть, здесь мы можем установить температуру теплого пола и теплой стены и больше не возвращаться к этому вопросу. То есть, вы знаете, что часто устанавливают специальные модули, бывает их устанавливают на уровне 20 сантиметров от пола, что абсолютно неудобно. Но как часто мы ими пользуемся? Один раз в жизни. Настроили, забыли. Все. Вот чтобы не ставить дополнительный модуль, который будет виден кому-то, мы поставили на один рейку терморегулятор, в котором остановили один раз температуру и он поддерживает. Больше нам ничего не нужно. Дальше. Терморегулятор, который отвечает за охлаждение и подогрев воды, которая циркулирует в системе чиллер фан-коил. То есть у нас здесь он сейчас не работает, потому что не работает чиллер. Сейчас он выключен, потому что на улице холодно и нам не требуется подогрев нашей квартиры, потому что есть центральное отопление. Но тем не менее он обеспечивает температуру холодной воды в системе кондиционирования 7 градусов и температуру горячей воды в системе отопления 40 градусов. То есть он нужен для этого. Дальше. Это реле автоматики системы охлаждения. Промежуточные реле. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, для чего они точно нужны. Вот эти модули это очень интересные модули. Это реле контроля мощности, которые нам обеспечивают собственно включение кухонной вытяжки при работе варочной поверхности либо духового шкафа. Этот таймер у нас отвечает за ежемесячную промывку бойлера. Реле управления клапанами водоснабжения и реле управления клапанами водоснабжения номер 2. Это собственно два реле, которые отвечают у нас за программу, которая будет выполняться при переключении с режима горячего водоснабжения на режим водоснабжения бойлера. Реле включения бойлера соответственно и это еще одно реле автоматики системы охлаждения, которые отвечают у нас за переключение режима нагрева либо режима охлаждения. Собственно все просто, но не совсем. Мы конечно здесь немножко помучились с этой автоматикой, с ее настройкой, но успешно все задачи решили и теперь у нас все это замечательно работает. Сейчас мы находимся на лоджии. Это общая лоджия, которая соединяет лестничную клетку, пожарную лестницу с лифтовым холлом. И здесь у нас ниша специально предусмотрена была по проекту застройщикам, в которой находятся все кондиционеры для того, чтобы они не были на фасаде, то есть они скрыты в этой нише. Здесь находится как раз наш кондиционер Samsung, самый нижний, но он работает здесь не как кондиционер, а как чиллер. То есть мы переделали этот наружный блок в чиллер. На самом деле это достаточно несложно, просто ставится вместо внутреннего блока теплообменник и ставится необходимая автоматика для управления наружным блоком. То есть этот блок предназначен для охлаждения воды, которая протекает в контуре кондиционирования, либо для нагрева воды, которая будет также протекать в контуре и подогревать воздух. То есть два режима охлаждения либо обогрев. И это происходит здесь автоматически, то есть при температуре выше плюс 10 градусов у нас этот блок будет работать всегда в режиме охлаждения. А при температуре ниже плюс 10 градусов в режиме обогрева. Но только в том случае, если центральное отопление у нас выключено. Вот такая схема. И последний вопрос, который я хотел бы обсудить, это денежный вопрос. Сколько собственно все это стоит? И сейчас я уже предвещаю в комментариях, что да мы затайте деньги, все построим, дом построим, сделаем отделку в 200 метрах, да я то сделал, да я до сего. Смотрите, ребята, все эти комментарии, вы, конечно, можете писать, я могу над ними подсмеяться, ну мы все посмеемся в компании, но по факту все, что вы видите здесь, вот от такого состояния до вот этого состояния обошлось в 6 миллионов 400 тысяч рублей. То есть эта сумма включает в себя абсолютно все расходы, связанные с приобретением всех строительных материалов, расходных материалов, отделки, стоимость работ, ну и стоимость, грубо говоря, услуг нашей компании. Мне, как руководителю строительной компании, все это обошлось немножко дешевле, не в 6400, а в 5900. То есть я смог сэкономить целых чуть меньше 10%. Для меня это уже смешно, сам факт, но тем не менее себестоимость данного ремонта 5 миллионов 900 тысяч рублей. И теперь вы можете закидывать меня помидорами в комментариях и говорить, что таких цен нет, это невозможно, там все, наверное, самое дорогое и так далее. Нет, ребят, здесь мы выбирали в том числе и по ценам, не выбирали все самое дорогое, то, что предлагал дизайнер, мы, как правило, в два раза дешевле покупали, инженерия, которая здесь установлена, вся инженерия, о которой я здесь долго рассказываю, ну, это порядка, наверное, миллиона рублей. Мало того, приточная установка, мы ее покупали еще по старым ценам, и фанкойлы мы покупали тоже по старым ценам, сейчас уже ценник стал X2, поэтому сейчас уже будет дороже. Для чего я это все рассказываю? Для того, чтобы мечты людей, которые думают, что строительство или ремонт это дешевое удовольствие, чтобы они немножко развеялись, не дешевое, совсем не дешевое, и, как я всегда говорю, это не дорого стоит, это мы мало зарабатываем, не вы в смысле, а мы все, потому что я тоже немного зарабатываю, как я, меньше 10% от стоимости всех этих работ. Для чего собственно я это рассказывал? Мы сейчас не делаем себе рекламу данного видео, мы не будем делать такие ремонты заказчикам, которые к нам обратятся, причем ни за какие деньги, потому что нам это неинтересно. Это ремонт в этой квартире сделан фактически такой уникальный случай, потому что эта квартира моя, как руководитель строительной компании. Мы строим дома и делаем в них отделку под ключ. И те инженерные решения, которые мы применили в этой квартире, мы также применяем и в наших домах. Это система вентиляции, это бесшумная вытяжка, будем применять систему автоматического включения вытяжки при желании наших заказчиков, система челлер фан койл, термостаты, то есть все то, что мы здесь применяли, мы в принципе применяем и на наших объектах. И это облегчает жизнь наших заказчиков и улучшает ее качество. Поэтому обязательно напишите все ваши вопросы и все ваши негодования по поводу этих цен в комментариях мы обязательно их почитаем. Нам же надо как-то себя развлечь. Ну, а то мы скучно сами знаете новости сейчас какие приходят разные. А здесь хоть какое-то будет развлечение. Так что ребят, всем большое спасибо за просмотр. Вы увидели уровень инженерии, который применяется в нашей компании. Мы не применяем никакие умные дома, но мы применяем умные решения, которые нужны для облегчения жизни жителей своих домов и квартир. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.